Черепаха из Лиуэ, новый босс и комната Байджу. В этом видео я расскажу вам про новые сливы обновления 3.6. С вами Скайск и я приступаю. Давайте начнем с персонажей, и конечно же это Кавиха Байджу. Давайте-ка я вам покажу созвездия Кавиха. Не забываем, это всего лишь бета-тест, и они могут поменяться, но сейчас они имеют такой вид. Тут я выделю всего два созвездия, это собственно второе созвездие и самое последнее шестое. Эти два созвездия просто разгонят его урон, но я вам скажу, очень сильно. Ничего нового про Кавиха сказать я не могу, кроме созвездий. Несколько прошлых моих видео как раз таки повествуют об этом, стоит глянуть. А теперь давайте-ка я перейду к чему-то легкому, это черепашка из Лиуэ. Думаю вы уже поняли то, что обитать она будет только в Лиуэ, и она будет атаковать только тогда, когда вы ее атакуете. Мне кажется, я этого моба скорее всего трогать не буду, даже ради лута, который с него может выпасть. Ну а сейчас хочу посоветовать Genshin Drop. Это сайт, где вы можете купить примогемы или луну дешевле, чем в самой игре. Тут все безопасно, никто вас не обманет или не украдет аккаунт. Вот мой промокод на 30%, но скидку все указано в описании. Итак, сейчас я покажу вам бездну, это 11 и 12 бездна. Да, она простенькая, тут есть новые мобы, да, это будет интересно, и думаю вы заметили нового босса. Новый босс, он у нас обитает в Сумеру, но также еще появится в новой бездне. Честно скажу, сейчас я не хочу, чтобы его добавляли в игру, потому что это обычная бесилка. Опять нужно победить тотемы элементами, опять нужно уворачиваться очень много раз, и хер ты его убьешь. Сейчас вы можете возродить, ну конечно, это босс, вообще-то чего ты хотел. Блин, это никакой не оригинальный геймдизайн босса, все-таки согласитесь, это обычная бесилка. Но я скажу то, что смотрится он очень красиво, и ради этого стоит его хотя бы, хотя бы побить. Ну а вы пишите в комментарии, что вообще думаете о новых мобов и о новом боссе. Также у нас продолжается тема комнат персонажей, и нам на этот раз показали комнату Байджу. Не она напоминает аптечную палату, ну это понятно, вообще-то Байджу аптекарь. Один раз даже его комната засветилась в трейлере Сяо, который был недавно. В общем, свои впечатления тоже можете написать в комментарии. Также новое событие в Сумеру, прохождение которого мы сможем получить кондакию бесплатно. Обычный локальный сумеровский ивент, ну еще добавят новых таких плесенников, или вообще кто это? В общем, тоже интересно. Также еще в новой зоне будет очередная возвышалка, за которую мы сможем получить награды. По итогу, как обычно, будет чем заняться. Ну и напоследок я вам вкину вот этот вот скрин. Это, в общем-то, предполагаемые баннера. Информации по сливам было много. Я надеюсь, я что-то интересное вам рассказал. Попрошу поставить лайк в конце ролика, если вы еще этого не сделали. И на канал подписаться, ведь пропускать новости это обидно. В описании не забывайте заглядывать и пока.